Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Жантьюзов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов в Москве провел рабочую встречу с депутатами Государственной Думы России от Карачаева Черкесии Михаилом Старшиновым и Султаном Узденовым. Обсудили основные итоги совместной работы по социально-экономическому развитию региона, реализацию значимых для региона инициатив при поддержке наших депутатов, а также ряд других практических вопросов по взаимодействию региона с Нижней палатой Российского парламента. Благодаря активной деятельности депутатов Госдумы нам удалось реализовать немало проектов в социальной сфере. Многие объекты строительства или реконструкции были включены в федеральные программы, отметил Рашид Тимрезов. Символ вечной памяти в Зеленчугском районе на территории войсковой части посадили Аллею памяти. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Кедр России» в честь героев специальной военной операции. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Дружба воинов непоколебива света. Она не умирает никогда. Мы по оружию родному брату воздвигнем памятник на долгие года. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата. Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание российского солдата. После победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества приняли военнослужащие российской армии, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции. Войсковая часть 20.096 в знак памяти и уважения приняла участие в проекте «Кедр России». Акция началась с торжественного митинга на территории части, в котором приняли участие руководство и личный состав воинской части, духовенство и юноармейцы. Наш долг – сделать все, чтобы о подвиге знали и помнили наши дети и внуки, поделился командир военной части Сергей Прибытков. Важно вовлечь нашу молодежь в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие – это начало будущей аллеи памяти героев, специальной военной операции. Таким героем был наш земляк, полковник Ерманов Игорь Викторович, который погиб 1 сентября 2022 года. Я хочу, чтобы эта аллея кедров, которую мы посадим не только на территорию нашей части, но и на территории нашего гарнизона, способствовали связи поколений и гордости из наших сегодняшних героев. Юноармейский отряд в гарнизоне военной части назван в честь погибшего героя Игоря Викторовича Ярманова. Почти все они – дети офицеров. Кто-то из их отцов погиб, другие, рискуя жизнью, продолжают сражаться на передовой. Воспитание молодежи происходит на живых примерах отважных подвигов героев. Аллея, по словам ребят, для них не только память, но и дань уважения военнослужащим, которые защищают нашу родину, память о тех, кто погиб. Я горжусь своим отцом очень сильно. И мне, грубо говоря, повезло, что у меня сейчас все хорошо, могу увидеться с папой, когда он приедет в отпуск. У некоторых людей такой возможности нет. Им было бы приятно, чтобы о их отцах осталась память. Наше молодое поколение, вступив в строй юной армии, показывает большой пример. И это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной и стал будущим нашей страны. И чтобы я смог гордиться им всю свою жизнь. Участие в акции является целью экологического и патриотического воспитания. С давних времен кедр восхищает людей своей природной мощью и жизнестойкостью. Все участники мероприятия, вооружившись лопатами, приступили к посадке саженцев. Символа памяти и уважения. Вырастить такую аллею не только чудо, но и гордость. Есть вещи, которые переживают нашу жизнь, которые продолжаются в вечность. И эта аллея славы, аллея памяти наших героев и живых, и тех, кого уже с нами нет, она будет напоминать всем о том, что человек может сделать дело, которое переживет его и его детей, и даже может быть. Потому что многолетние деревья, которые здесь сейчас посажены, они долго будут согревать сердца тех, кто будет на них смотреть с памятью о наших героях. Кедры скоро подрастут и станут символом вечной славы наших героев. Дарья Тензит, Ольга Савенко, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Рожденные энергии – один из крупнейших проектов «Паурус Гидро» в области здравоохранения и направлен на оснащение перинатальных центров и родильных отделений больниц. Какое оборудование поступило в родильное отделение станицы Зеленчукской в рамках этого проекта – в репортаже Алла Динаевой. Будний день родильного отделения Зеленчукской ЦРБ начинается с пятиминутки заведующей. Сколько поступило беременных? Беременных четверо поступили сегодня, всего 10 человек в отделении. После разбора каждодневной текучки медицинский персонал приступает к своим обязанностям. Ведь в их внимание и помощи нуждаются мамы и новорожденные. Этот малыш появился на свет накануне приезда нашей съемочной группы. С помощью нового оборудования неанатолог Амината Джиева проверила крохи слух. Тихо, 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 тихо. Здорово, что есть такие приборы, которые сразу показывают здоровье малыша, что с ним все хорошо, все в порядке. Мама спокойна. Я хочу выразить благодарность всему медперсоналу больницы. Очень ответственные, очень отзывчивые люди. Современное оборудование для проверки слуха новорожденных родильному отделению Зеленчукской больницы в рамках проекта «Рожденные энергии» подарила компания «Русгидро». У нас был старенький аппарат, он сломался. Сейчас аппаратура стоит очень дорого, поэтому это значимый подарок. Мы очень рады, довольны. Теперь нашим деткам неанатолог проверяет слух, и если есть проблемы, их направляют к сурдологам, чтобы они пораньше начали заниматься здоровьем ребенка, рассказывает заведующее отделением. Лет пять назад «Русгидро» нам дарил аппарат КТГ. Тоже очень хороший, мы довольны, потому что, да, сейчас ценник такой, что сама больница приобрести это не в силах. Тем более у нас роддом маленький, по сертификатам денег получается тоже мало, а по современной стоимости реально невозможно приобрести это, потому что в основном все пускаем на медикаменты, чтобы, по большому счету, наш роддом обеспечен медикаментами, можно сказать, на 99%. Тима Хубиева – выпускница Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени Мечникова. После окончания вуза вернулась на малую родину и 11 лет работает в этом лечебном учреждении. Вместе с заведующей Галиной Солдатовой они ежедневно проводят операции. В неделю у нас варьирует от двух до пяти, иногда и семи операций в неделю. В день одна-две операции у нас. Сейчас мы активно начали использовать гистроскопию, она у нас зависла некоторое время, они работали. Делаем практически все операции, которые возможны. Завершается год, 2003, каким он был для вас, для вашего отделения? Для нашей службы акушерско-гинекологический был хороший. Хотелось бы, чтобы наступающий 2024 был такой же хороший. Без потерь, слава Богу, и чтобы все было хорошо. Дай Бог, чтобы каждый год так заканчивали, без потерь. Это на самом деле счастье. С начала 2023 года в Зеленчукской больнице на свет появилось 318 детей. Сердечка, видишь, стучит хорошо, все нормально, все благополучно. А главная мотивация для дальнейшей работы медицинского персонала родильного отделения? Очень приятно, когда ты осознаешь, что ты помогаешь рождению ребенка, что у мамочек появляются слезы, радости на глазах. Мы стараемся по максимуму уделить внимание беременным, родильницам, максимально уделить внимание деткам, чтобы выходили из нашего роддома довольные, счастливые. А эффективность работы отделения основана на слаженном взаимодействии всех звеньев. Коллектив у нас очень дружный, очень хороший, акушерки очень все грамотные, работают уже много лет, понимаем друг друга с полуслова. Поэтому я коллективом довольна. Профессионализм кадрового состава занимает ведущее место, но и техническое оснащение родильного отделения не менее важный вопрос. Конечно, мы очень хотели, чтобы сделали ремонт, хотя бы косметический. Самая основная проблема – это у нас напольное покрытие, которое не выдерживает критики. Да, оно уже давным-давно износилось, но в современном мире это очень тяжело произвести. Поэтому из оборудования чисто для работы нам крайне необходим аппарат ИВЛ для новорожденных. Да, у нас его нет, и когда появляются тяжелые детки, приходится рукой производить ИВЛ, пока приедет реанимация из Черкесии и заберут этих деток. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачево-Черкесия, Зеленчукский район. Праздник октябрятской звездочки прошел в специальной коррекционной школе Черкесска. В ходе торжественной церемонии члены регионального отделения КПРФ приняли в октября-то самых достойных и лучших ребят. Подробности у Али Баташева. Правдивые и смелые, ловкие и умелые. В СССР октябрятами считались школьники первых и третьих классов, являющиеся членами добровольного объединения при пионерской дружине. Партия КПРФ сохранила эту традицию и в настоящее время продолжает принимать желающих стать октябрянком. И с гордостью носить звездочку с изображением вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. На викторине ребята показали хорошее знание о своей стране, ее государственных символах, основных профессиях, правах и обязанностях октябрят. Затем настал самый торжественный момент. Вступая в ряды октября, перед своими товарищами торжественно обещаем быть верными наследниками пионерских традиций. Обещаем! Ребята пообещали хорошо учиться и иметь прилежное поведение. По традиции октябрятские звездочки детям пристегнули их старшие товарищи – пионеры. На флэш-мобе «Вместе весело шагать» Полина Чекунова гордо маршировала со сверстниками, а затем спела песню про солнечный круг. Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Со вступлением в октябрята ребят поздравили высокие гости. Вы сегодня в своей жизни сделали самый главный шаг. Стали октябрятом. И самая главная ваша задача – это учиться, учиться, еще раз учиться. Вы большие молодцы. Почему ты решила стать октябренком? Потому что я хочу всем помочь, и всем помочь писать и читать. В конце торжественной церемонии состоялось награждение преподавателей специальной коррекционной школы Черкеска. А каждый октябренок получил памятный подарок. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. На этом наш выпуск завершен. Далее смотреть интервью заслуженного журналиста Карачаева Черкесии Заремы Кардановой. Она недавно отметила свой юбилей. С ней встретилась Белла Джозаева. С ней встретилась Белла Джозаева.